В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. Вот некоторые темы выпуска. С 1 апреля вырастут социальные пенсии и цены на бензин. В аварии под Спаском погибли 3 человека. И можно ли прожить на сумму прожиточного минимума, выясняют рязанские журналисты. С 1 апреля все россияне, которые получают социальную пенсию, получат прибавку в размере 4%. Помимо пенсионных выплат вырастут и цены на автомобильное топливо. Также с сегодняшнего дня в стране началась борьба с контрафактными изделиями из меха. Пенсии в России с 1 апреля 2016 года вновь повышаются. Размер надбавки будет незначительным, всего 4%. То есть от 165 рублей до 460. Однако в нынешних экономических реалиях и такая индексация является вполне логичной и допустимой для пенсионеров. Этот момент напрямую зависит от группы инвалидности. В результате грядущих изменений средний размер социальной пенсии в России составит 8562 рубля, увеличившись примерно на 250 рублей. Для внесения ясности стоит уточнить, что 1 апреля будет произведена индексация только социальных пенсий, выплат по инвалидности и старости, а также по потере кормильца. Для поддержания бюджета Госдума решила в очередной раз увеличить акциз на топливо с 1 апреля на 2 рубля за литр. Рост цены для потребителей составит 5-5,5% в самом оптимистичном прогнозе. Однако некоторые эксперты уверены, что в пиковые моменты увеличение стоимости будет намного сильнее. Согласно уже принятому закону, с этого дня ставка акцизы на автомобильный бензин повышается на 2 рубля за литр, на дизельное топливо – на 1 рубль. Это принесет бюджет около 80 миллиардов рублей в текущем году. Доля налогов стоимости топлива в России по оценке ФАС составляет 55-60%, выше только в Европе – около 80%. Самый низкий – этот показатель в США – всего 20-25%. В России станет меньше контрафактных изделий из меха, и в будущем, надеются эксперты, они вообще исчезнут. Как сообщает Федеральная налоговая служба, в стране вводится единая маркировка изделий из натурального меха. Продажу шуб, дубленок и головных уборов без опознавательных знаков с радиочастотными RFID метками запретят. Пока этот проект пилотный, сегодня на российском рынке объем нелегально ввезенных и произведенных изделий из натурального меха, в том числе небезопасных для здоровья граждан, шуб с неустановленным качеством без документов, доходит до 80%. По словам экспертов, сама по себе маркировка не повлияет на цену товара. Однако, на покупателей может сказаться отсутствие бюджетных вариантов меховых изделий, ввоз которых ранее был разрешен без нанесения маркировки. 1 апреля 1985 года в Советском Союзе началась объявлена Михаилом Горбачевым перестройка. Продлилась она вплоть до 1991 года. Для страны она стала масштабным явлением как в политической, экономической, так и общественной жизни государства. Одни люди считают, что ее проведение было попыткой предвратить распад страны, а другие, наоборот, думают, что она потолкнула Союз к развалу. После смерти в 1985 году товарища Черненко к власти пришел Михаил Горбачев. К тому времени СССР уже находился на грани глубокого кризиса, как в экономике, так и в социальной сфере. Эффективность общественного производства неуклонно снижалась. Тяжким бременем на экономике страны лежала гонка вооружений. Фактически в обновлении нуждались все сферы жизни общества. Сложное положение страны являлось причиной перестройки, а также изменения внешней политики страны. Первоначально новая политика называлась не перестройка, а ускорение и перестройка. Причем термин ускорения употреблялся гораздо чаще. Ускорение подразумевало резкое увеличение производственности труда, экономический рост за счет полного раскрытия экономического потенциала социализма. Вскоре после своего прихода к власти генеральный секретарь КПСС Горбачев на апрельском пленариуме 1985 года объявил о переменах в политике партии. Ну а 19 августа 1991 несколько руководителей союзных ведомств заявили, что Горбачев по состоянию здоровья временно не может исполнять свои обязанности, и власть переходит к Государственному комитету по чрезвычайному положению. Провал попытки переворота в результате массовых выступлений москвичей привел к фактическому переходу власти в СССР к республиканским руководствам. Ельцин запретил КПСС и установил контроль над силовыми ведомствами. Ускорился процесс распада СССР, из-за чего потерпела поражение и политика перестройки. Но она привела к формированию основ рыночных отношений, политического плюрализма и значительно расширила гражданские свободы. Рязанская область остается на уровне, превышающем среднее значение по стране. Такое заявление сделал губернатор Олег Ковалев на заседании Клуба политологов в четверг. В регионе успешно развивается агропромышленный комплекс и наращивают темпы, важные для города и области производства. Какие еще вопросы обсуждали на мероприятии, расскажет моя коллега Анна Герцовская. Обращаясь к собравшимся, Олег Ковалев отметил, что встречи проходят в условиях, когда государство столкнулось с новыми политическими и экономическими вызовами. Я считаю, что миссия тех, кто сегодня собрался с этим столом, направлять максимум усилий на то, чтобы объединить общество и за счет этого объединения получить определенный ресурс для переформатирования экономики. И социальную сферу придется переформатировать какой-то степени. По мнению губернатора, именно объединение сейчас может дать положительное развитие региону, что и происходит. Если брать итоги 2015 года, то по целому ряду позиций Рязанская область остается на уровне, превышающем среднее значение по стране, а также уровень других субъектов ЦФО, сказал Олег Ковалев. В прошлом году успешно развивался агропромышленный комплекс региона. Рост сельскохозяйственного производства является действенным механизмом сдерживания цен на продовольственные товары. Положительная динамика наметилась в ряде отраслей промышленности. Губернатор также сказал, что все мы сейчас переживаем сложный период подготовки к выборам в Государственную Думу и объявил основную задачу, которую ставит федеральное руководство. Выборы должны быть проведены строго по закону, честно, легитимно, чтобы действительно получить результат, которому общество доверяло бы в более значительной степени, чем это было раньше. В том числе и роль политологов здесь очень большая, так что режим диалога и общения будет продолжаться и дальше, чтобы со временем вырабатывались и прорабатывались новые пути и подходы для решения вопросов, волнующих общество. Первые сутки апреля на дорогах Рязанской области отмечены трагическим событием. Почти сразу после полуночи в Спасском районе произошла авария, в которой погибли три человека. 1 апреля в 0 часов 5 минут на 258-м километре автодороги Москва-Челябинск в Спасском районе Рязанской области 58-летний житель Пензенской области, управляя 14-й моделью «Жигулей», выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с Волгой, которая направлялась из Тамбовской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водители ВАЗа и двое его пассажиров, двое мужчин 53 и 59 лет от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще один пассажир, а также водитель Волги с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Каждый квартал региональной власти, основываясь на данных Растаты, публикует сумму прожиточного минимума. Считается, что этой суммы вполне достаточно, чтобы человек жил нормально. В Рязанской области мрот на сегодня составляет 9148 рублей. Действительно ли возможно прожить на эти деньги? На этот вопрос экспериментальным путем решили ответить рязанские журналисты газеты «Комсомольская правда». Как проходят эксперименты, как чувствуют себя его участники, узнавала Ирина Ковалева. Для журналиста «Комсомольской правды» Александра Караваева подобные эксперименты не в новинку. Выживал на прожиточный минимум он уже трижды. Правда, как отмечает журналист, предыдущие эксперименты, хотя и проходили не без потерь, но в целом заканчивались удачно. В благополучном исходе опыта этого года он уже начал сомневаться. Итак, по мнению нашего государства, порядка 9 тысяч рублей, которые составляют прожиточный минимум взрослого, трудоспособного человека, должны распределяться следующим образом. Около тысячи на налоги, две тысячи рублей на непродовольственные товары, четыре тысячи на питание и чуть более двух на услуги, включая коммунальные. Если питаться на 133 рубля в день, у Александра худо-бедно, но получается, то сумма, отведенная на услуги, вызывает у него много вопросов. По услугам получается очень интересно, что если предыдущего эксперимента хватало запасов, то есть мы их проводили и зимой, и летом, то сейчас почему-то наше резидентское правительство насчитало почти 2200 рублей. Но понятно, что зимой, когда у нас отопление занимает две трети, три четверти от самого платежа, что уложиться в этот минимум просто нереально. Да, 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 да. Именно если человек живет один даже в однокомнатной квартире, даже в Хрущевке. Анастасия Кудряшова, коллега Александра, тоже решила принять участие в этом эксперименте. Правда, для нее это первый опыт. Несмотря на то, что живет Настя в частном доме, отведенную государством денег на коммунальные услуги, ей тоже не хватает. А ведь сюда же должны входить и транспортные расходы. Само собой, частный транспорт исключается, но и на общественный приходится потратить немало. Я посчитала, на маршрутке будут уходить около 800 рублей в месяц, при том, что я живу за городом. Но придется проходить в день довольно большое расстояние пешком, чтобы без пересадок. То есть от автовокзала до редакции придется ходить пешком. Но еще хуже обстоит дело с питанием. Эксперимент Настя начала с активной экономии на продуктах. Иногда отказывалась даже от ужинов и перекусов. Думала, ничем страшным ей это не грозит. Оказалось же, что с питанием подобным образом шутить не стоит. Потом у меня начались головокружения. Потом они стали все сильнее и сильнее. И потом появился такой очень странный симптом. Впервые я его ощутила. Мурашки по коже головы. В общем, как будто волосы шевелятся. Очень странные ощущения. И пришлось идти к врачу, к неврологу. Врач сказала, когда она узнала, что я участвую в таком эксперименте, она сказала, что мне нужно заканчивать с экспериментами. И посоветовала мне сдать кровь. Сказала, что просто питательных веществ не хватает. После этого Анастасии пришлось пересмотреть свой рацион и добавить в него необходимые каждому человеку продукты, в том числе и фрукты, что значительно увеличило ее траты. В результате сейчас перед девушкой стоит задача прожить оставшиеся 11 дней на 1 тысячу рублей. Более подробно о ходе эксперимента можно узнать в газете «Комсомольская правда». Ну а выводы делайте сами. Кстати, прожиточный минимум, установленный для пенсионеров, еще меньше – чуть более 7 тысяч рублей. Неужели наше государство считает, что на эти деньги действительно реально прожить? Джио-джитсу в переводе с японского – «искусство мягкости». Так называют «искусство рукопашного боя», основным принципом которого является мягкая и податливая техника движения. 20 марта в Испании прошло первенство мира по такому виду борьбы среди юниоров. В нем приняли участие спортсмены из более чем 30 стран мира. Медаль за ВАЛ и 18-летняя рязанская спортсменка. Подробнее Марина Комиссарова. Первенство мира – одно из главных соревнований в жизни любого спортсмена. На этот раз первенство состоялось в Испании. В составе сборной России в соревнованиях приняли участие 6 бойцов из Рязанской области, представляющих «Зюшор Юпитер» города Рязани, детскую юношескую спортивную школу «Витязь» в села Поляна Рязанского района и спортивный клуб «Евпатий-Коловрат» города Спаска. По итогам соревнований в разделе «Неваза» «Борьба в портере» бронзовую медаль завоевала воспитанница спортивного клуба «Евпатий-Коловрат» Альбина Калина в весовой категории до 62 килограмм. Большой опыт. Соревнования были на самом деле самые, наверное, тяжелые из всех, которые у меня были. Очень большое количество народу, более 30 стран мира. То есть приехали туда и, конечно, масштабное мероприятие. Альбина начала заниматься спортом, когда ей было 4 года. Тогда родители отдали девочку в художественную гимнастику. Когда Альбине исполнилось 8, она осознала, что гимнастика не для нее. У меня тренировал папа, и я решила попробовать. Мне было достаточно там комфортно, так как у меня занимался еще брат. И у меня как бы все получалось. Также выступала на соревнованиях очень удачно, как с мальчиками, так и с девочками. Бронзовым призером первенства мира в той же весовой категории стал рязанец Никита Катков. Рязанские журналисты сыграли в баскетбол с воспитанниками и тренерами спортшколы «Единство». Игра состояла в четверг в рамках пресс-тура по муниципальным спортивным школам, которые проводят управление по физкультуре и массовому спорту администрации города Рязани. Перед началом матча старший тренер-преподаватель по баскетболу высшей квалификационной категории из «Дюшор Единства» Николай Лисицын провел мастер-класс для представителей СМИ. Команду журналистов возглавила начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кощеева. «Хотелось бы сегодня, чтобы журналисты прочувствовали, что такое командная игра, какие особенности тренировочного процесса в личных видах спорта и в командах, что такое попасть с 9 метров в кольцо, попробовать, как это удастся, нравится ли это им, и насколько они посчитают, возможно ли, легко ли это сделать». Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу «Единство» постановлением администрации города Рязани была реорганизована из детско-юношеской спортивной школы номер 6, созданной еще в 1981 году. В настоящее время в ней работают три отделения баскетбола, волейбола и бадминтона. В настоящее время в «Единстве» занимается более 800 человек. Работу с ними ведут 19 штатных тренеров и 9 совместителей. Как отмечает директор школы Алексей Архипов, за последний год произошло омоложение тренерских кадров. Так, на отделение баскетбола в мире молодых специалистов. В школу принимаются дети с 8-летнего возраста, однако, по словам Алексея Архипова, со следующего года будут организованы пробные группы из детей дошкольного возраста. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова